Здравствуйте, мои дорогие и любимые девы! Это ваш второй расклад на июнь 2022 года. Итак, у меня сегодня для вас 6 колод, и мы будем с вами начинать с новой колоды. Называется она «Золотое искусство нового Таро». Вот такая вот колода. Я ее, правда, уже употребляла в своих ежедневных раскладах на карту дня, но решила ее взять на сегодня для вас. Итак, тасуем карты и смотрим, что ждет нашей тролли дорогих дев. В июне месяце. Первая карта – карта луна. Карта луна – это, знаете, старший аркан у нас, это эмоции, это как будто нет ясности, нечеткости в какой-то ситуации. И здесь вы можете чувствовать себя немножечко эмоциональной. Это может быть давать слезы, это может быть давать обиды, это может быть давать какие-то чувства и эмоции. Если это связано с ситуацией, то в ситуации нет какой-то четкости, нет ясности, все как будто смутно, туманно. Это еще может давать переживания, где вы очень много думаете и расстраиваетесь по какому-то вопросу или поводу, потому что луна – это ночная карта, а ночью мы всегда очень много думаем и анализируем в своей голове что-то, и у нас постоянно возникают какие-то тараканы в голове. Здесь немножечко может быть и так для кого-то. И сейчас вытащим еще одну карту, но еще я хочу добавить к этой карте, это может быть еще карта материнства. Кто-то может быть узнает, что вы беременны, и вы будете оказывать заботу для себя, или у кого-то уже маленький ребенок есть, и вы будете заниматься с вашим ребенком, потому что это карта материнства, как я уже сказала. Так, сейчас вытащим еще одну карту из этой колоды. Двоечка. Двоечка пентаклей, двоечка пентаклей. Здесь как будто немножечко финансы хромают, да? Вы будете жонглировать вашими финансами, потому что здесь нет стабильности в финансах, да? Или у кого-то, кто-то планирует, может, взять подработку или какую-то новую работу, дополнительные часы для того, чтобы, знаете, был второй источник дохода. И здесь как будто тогда луна в сочетании с луной. Это может быть как будто эта ситуация немножечко нет ясности, нет четкости для того, что как вы это будете делать, или что именно вы будете делать для того, чтобы это дало вам второй источник дохода, чтобы вы зарабатывали и чтобы деньги приходили к вам. Вот. Там нужно будет немножечко обдумать и посмотреть. Но в любом случае здесь не берите риск, потому что здесь вы уже не чувствуете себя комфортно в финансовой области, и вы не стабильны в ваших финансах, поэтому здесь не нужно брать риск. Если, например, вы хотите сделать какую-то вторую покупку, потому что, как я сказала, это дает что-то иметь второе, или брать вторую ссуду, или инвестировать куда-то, вкладывать деньги во что-то второе, то здесь нужно немножечко быть осторожным, чтобы потом не прогореть. Здесь, может быть, это просто потом ситуация вас начнет напрягать, и постоянно будут какие-то хлопоты, связанные с финансами. Поэтому здесь не нужно брать риск. Здесь нужно сбалансировать вашу ситуацию, как я сказала, и лучше дать почву вашим ногам, чтобы вы плотно стояли, нормализовать ваши финансы, прежде чем что-то начинать или приобрести что-то новое. Но здесь, как я сказала, нужно унести ясность и четкость, что-то проявится. Так, следующая колода у нас с вами на сегодня, это тоже новая колода. Это у нас Пример Рафаэлит. Вот такая вот колода. Итак, я тасую карты. И карта начинает прыгаться. Я тасую карты, и мы посмотрим, что нам скажет эта колода для вас. Король. Король Пентакли. Король Пентакли – это еще, может быть, человек в вашей жизни, присутствовать которым из земной стихии. Это может быть любой знак из земной стихии. Или это может быть даже вы, где вы захотите, может быть, планировать какие-то ваши финансы, обсуждать ваши финансы. Здесь, может быть, для вас важно чувство безопасности, важен комфорт. Важно, чтобы вы комфортно себя чувствовали. Здесь еще важно что-то приобрести. Это иметь, что-то иметь, например, как недвижимость. Здесь еще немножечко страхи. Да, по этой карте финансовые страхи – это страхи быть бедными, например, или иметь деньги всегда на черный день. И здесь для вас очень важно откладывать сумму какую-то определенную денег для того, чтобы у вас она была, если она вам когда-нибудь понадобится, например. Потому что вы всегда стремитесь и хотите чувствовать себя комфортно, так же, как дома, так же и в финансах. Здесь еще, как бы, может быть... Здесь, как я сказала, либо это будете вы так себя вести, либо это будет человек в вашей жизни, ваш партнер, может быть, будет из одной земной стихии появиться в вашей жизни. Троечка. Троечка мечей здесь – это, знаете, потери близкого человека. Это, может быть, кто-то из близких, кого-то из близких не стало больше, или вы получите какую-то новость, которая вас разочарует, огорчит. Это может быть беспокойство в здоровье, может быть, у кого-то будет болеть сердце, да, из близких, и вы будете, может быть, навещать их в больнице, или, может быть, вы будете плохо себя чувствовать, у вас будет болеть сердце, и вы будете обращаться к врачу. Это еще может давать стресс, это может быть давать эмоции, слезы, это может также давать какие-то неприятные конфликты или разногласия с кем-то по этой карте. Следующая колода у нас с вами на сегодня – это колесо года. Восьмерочка. Восьмерочка мечей. Здесь может быть какой-то стресс, болезнь, здесь, может быть, нужно будет либо кому-то оказать заботу, либо вы захотите, чтобы вам кто-то оказал заботу, вас пожалел, погладил, позаботился о вас, потому что вам нехорошо, вы плохо себя чувствуете, может быть, вы, может быть, эмоционально себя очень плохо чувствуете, здесь нет энергии, и вы просто хотите, чтобы вам кто-то дал поддержку, вас пожалел, позаботился о вас и был с вами рядом в этот момент. И у кого-то это может быть еще также споры или конфликты. Опять-таки говорю, я предоставляю несколько вариантов, пожалуйста, берите то, что соответствует с вашей ситуацией, потому что у нас у каждого разные жизненные ситуации, и это у нас общий расклад. И здесь немножечко может давать конфликт или ссору с кем-то, да, и, может быть, вы будете находиться в какой-то ситуации, которая не зависит от вас, вы не можете ее физически поменять, и вам приходится смириться с этим или быть в этой ситуации, по крайней мере, на данный момент. Так, следующая карта у нас с вами на сегодня с этой колодой или временно просто принять эту ситуацию. Это еще... Я вот это вот искала в своей голове, но вот вспомнила. Это еще временно, может быть, как бы принять ситуацию, в которой вы находитесь. Так, девятка. Девяточка Пентакли. Девятка Пентакли – это ваши заработанные деньги, это ваш труд, это к чему вы долго стремились, работали усердно, достигали чего-то, и, наконец-то, естественно, ваши финансы на таком уровне, и вы здесь как бы собираете ваш финансовый урожай, да. Вы начали его собирать. Вы чувствуете себя здесь комфортно, это еще чувство изобилия, это чувство роскоши, это когда вы можете себе позволять все то, что вы хотите для себя, или создать себе жизнь, ту, которую вы хотите, или о которой вы всегда мечтали. Наконец-то вы достигли этого уровня, или, по крайней мере, в процессе для того, чтобы это себе создать. Следующая колода у нас с вами на сегодня, это у нас колода Эдгра Кула, вот такая вот колода. Потому что здесь, помните, я говорила по королю Пентакли, здесь, может быть, вы будете брать контроль и ответственность за ваши финансы, и начнете что-то откладывать, собирать, создавать что-то для себя, и здесь в итоге, может быть, связанное с этим планом, ваши финансы перейдут на что-то, на другой уровень, и вы начнете собирать вот этот урожай, финансовый урожай, денежный дождик. император. Император здесь нужно управлять, это карта лидера, это, может быть, будете и вы, вам нужно стать этим императором, или быть этим императором в июне месяце, где вы будете брать контроль и ответственность на себя, у вас есть четкий план, и вы будете, может быть, заниматься или делать что-то для того, чтобы что-то реализовать или изменить. Также это, может быть, просто будет ваш партнер, может быть, это ваш партнер, и, может быть, он по гороскопу Овин, например, огненной стихии, партнер из огненной стихии, и здесь он будет контролировать, он будет брать ответственность свои в руки, он будет действовать, он, знаете, завоеватель здесь, он лидер, он точно и четко знает, чего он хочет, если это ваш партнер. Или, как я сказала, может быть, вам нужно будет себя вести, как этот император, и здесь тогда вы будете сильны, вы сможете что-то достичь, или что-то пережить, или перейти любые препятствия, потому что вы сможете, у вас получится, вы сильны, и вы сильнее, чем вы думаете. Рыцарь-чаш, это может быть связано с какой-то дорогой, с путешествием, с переездом, это может быть иммиграция, или может быть кто-то к вам либо приедет, либо может быть вы отправитесь в какую-то дорогу, да, может быть тогда это еще быть человек, ваш партнер приедет с дороги, или может быть вы отправитесь к вашему партнеру, но здесь еще может быть, если вы будете только планировать какую-то поездку, переезд или дорогу, тогда может быть вы будете обращаться к такому человеку, как император, где вы будете пытаться что-то оформить, что-то сделать, или он будет вам что-то подсказывать, может быть, он будет какой-то специалист в своей области, и вы, естественно, будете с ним советоваться для того, чтобы что-то оформить, связанное с вашей поездкой или с переездом. Это еще может быть также, вы получите какую-то новость, может быть, или это еще может быть, знаете, если у вас нету партнера, вы встретите партнера, это может быть, знаете, как свидание, эмоции какие-то, красивые слова, подарки, будут красиво за вами ухаживать, например, может быть, будет немножечко такой момент с вашим партнером, где он будет уделять вам внимание. Так, следующая колода у нас с вами на сегодня, это Таро Провидцев, тасуем карты. Ирафант. Ирафант, может быть, знаете, вы найдете себя, потому что ирафант у нас это, знаете, все, что связано с традициями, все, как, знаете, было раньше по старинке, все, как делала наша мама, папа и бабушка, и дедушка, и пра, и за. Вот. Но здесь как будто все по старинке, но вы, может быть, найдете себя, может быть, у вас пойдет какое-то духовное развитие, может быть, кто-то начнет заниматься медитацией для того, чтобы помочь своей ситуации. Может быть, вы займетесь йогой. Здесь, может быть, знаете, где вы, у вас появится какой-то новый вариант, или вы что-то решите поменять, или избавиться от старого, да, где, может быть, что-то двигалось все по старинке, и вы захотите это сменить, и у вас появятся новые возможности для того, чтобы подняться вверх, для того, чтобы поднять себя вверх. Может быть, у кого-то это будет духовное развитие, как я сказала, может быть, вы займетесь эзотерикой, например, да, и у вас пойдет поток, поток информации, и вы будете предоставлять это кому-то, естественно, своим клиентам, вот, и подавать эту поддержку. А также это, может быть, вы будете решить заняться собой, где вы будете работать со своими эмоциями, где вы, может быть, начнете медицировать, делать какие-то аффирмации, какие-то практики, может быть, йога, для того, чтобы помочь себе, если вы чувствуете себя эмоционально. Это еще также может давать учителям, может быть, вы у вас будете общаться с кем-то, да, как учитель, кто вас будет обучать к чему-то. Девятка, девяточка мечей здесь. Девятка мечей – это, знаете, переживания, мысли, бессонница, страхи, негативные какие-то мысли, переживания. Здесь, может быть, разочарование, сожаление чего-то, да, где вы просто эмоционально чувствуете себя очень плохо, и вам нехорошо, и здесь, может быть, ночью мысли не дают вам покоя, здесь, может быть, вы сожалеете, разочарованы в чем-то или в ком-то. И здесь, может быть, чтобы предотвратить это, вы решите, может быть, заняться своими эмоциями и обратитесь к кому-то или начнете делать какие-то практики для того, чтобы вывести себя из этого негатива, да, убрать себя из этих эмоций, чтобы помочь себе мысленно. Так, следующая колонна у нас с вами на сегодня – это «Современная таро любви». Это «Современная таро любви». Это у нас «Рыцарь Пентакли». «Рыцарь Пентакли» здесь, знаете, стабильная финансовая ситуация, комфортно брать контроль, брать ответственность за свои финансы, не тратить, откладывать, может быть, отправитесь в какую-то поездку, может быть, будете планировать какую-то поездку, может быть, приобретете какой-то транспорт, например, да, или поедете куда-то, чтобы отдохнуть, может быть, и вы будете это планировать, и, может быть, естественно, оплачивать себе какое-то путешествие или какую-то поездку, или, может быть, вы получите новость, связанная с какими-то финансовыми вопросами. А здесь у нас «Рыцарь Мечей». «Рыцарь Мечей» быстро загорелись, спланировали, поехали, сделали, получили какую-то новость, может быть, вы будете вместе с кем-то отправляться к какой-то дороге, да, это может быть ваш партнер тогда, как «Рыцарь Мечей», да, где загорелись, спланировали быстро, быстро поехали, быстро оплатили, погостили, или, может быть, к вам кто-то быстро приедет, погостит, уедет, или, может быть, как я сказала, будете покупать или менять транспорт какой-то, да, может быть, будете менять машину, например, или будете покупать машину себе. Вот такой у вас получился расклад, мои дорогие девы, я вам желаю успехов, я вам желаю удачи в июне месяце, Я вам желаю, чтобы прекрасного настроения, прекрасных позитивных вибрациях и, естественно, исполнения желания. Успехов вам в июне. До скорых встреч. Спасибо за внимание. Пока-пока.